Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы делаете. Если выделять какие-то отдельные вещи, то я бы, наверное, выделил то, что в целом мне показалось, что вы склонны себя как-то, знаете, подавлять и обесценивать. В чем это проявляется? В том, что вы хотите быть как все. Вы не можете быть как все, потому что вы легальный человек, вы не можете быть как все, потому что вы неповторимы, и вы не можете быть как все, потому что никто не как все. То есть, если там, например, человек, коллега, про которого вы говорите, к другим девушкам относятся одинаково. Это не означает, что они, ну, действительно одинаковые. Это означает только то, что он их так видит, он их не различает. Они не имеют для него значения. Но это не значит, что они как все. И я бы сказал, что здесь есть некоторая, ну, ваша вот такая нечувствительность, да, которая может восприниматься как незрелость. Незрелость не в том смысле, что вы незрелый человек, а в том смысле, что вы избегаете определенного опыта. Вот этот опыт именно связан с чувствами. Этот опыт в первую очередь связан с тем, как вы себя принимаете. Как вы себя чувствуете. Вот. И позволяете ли вы быть себе собой? позволяете ли вы себе себе проявлять те реакции, которые вам хочется проявить? Ну, например, продемонстрировать человеку, что вам, например, неприятно то, что он делает, что он говорит. Продемонстрировать свою слабость, например. Вот. Ну, для вас это может быть очень тяжелой задачей, потому что если вы себя не принимаете, если вы не можете себя принять, то вам, конечно, будет весьма непросто. Весьма непросто вам будет выразить свои чувства. Весьма непросто выразить свои эмоции. Вот. Особенно если вы требуете, ну, требуете от себя быть как все. Вот. А что касается мужчины, то здесь интересный момент есть. Вообще, я осознаю, что, пожалуй, хожу по кругу, не по кругу, а по острому краю. Вот. В том смысле, что могу вас обидеть тем, что говорю. Вот. Ну, хотелось бы, чтобы вы держали у них, что я не преследую цели вас как-то затеять. Я не преследую цели вас унизить. Я преследую цели обратить ваше внимание на те вещи, которые мне кажутся важными. Вот. И мне думается, что мужчина обратил обратил на вас внимание, потому что вы ему показались такой же незрелый, как и он сам. Почему такой же незрелый? Дело в том, что мужчина демонстрирует поведение подростка, который, когда ему нравится девочка, он ее может ударить, он ее может схватить за косички и так далее. То есть, все это выглядит как то, что вы нравитесь человеку, но признать это, признать то, что вы ему нравитесь, он боится даже сам себе. Боится признаться в том, что вы ему нравитесь. Вот. И поэтому он проявляет агрессию. Агрессия – это страх. Страх показать свою симпатию. Страх показаться глупым. Страх показаться смешным. Вот. И мужчина всячески пытается этого избежать. Вот. Он избегает этого так, как может. Вот. И в данном случае избегает он этого именно через агрессию. Вот. Он этого избегает именно через аааа. Такое вот негативное отношение к вам. Вот. Потому что его это скорее всего тяготит. А тем, что он привык ну, воспринимает. Именно как таких вот объектов, которые, ну, которые для него, может быть, особо ничего не значит. Вот. И с этим связана его. Такая реакция. Такая его модель поведения. И именно этим он к вам и прикипел. Вот. Вероятно. Вы напоминаете ему, возможно, возможно, кого-то из взрослых, которые в детстве вызывали у него какую-то нашу симпатию, восхищение. Вот. И он, как умеет, пытается, пытается в данном случае показать, что вы ему не безразличны. Вот. А по-другому он не умеет. По-другому он его не получает. И на мой взгляд это это суровая реальность. Вот. На мой взгляд это болезненно неприятная реальность, когда люди не могут выразить свои чувства. Не могут выразить свои симпатии. Не могут выразить своих переживаний. И вы, мне кажется, тоже с этим сталкиваетесь. И, с одной стороны, человек ощущает некую родственность с вами, некоторую похожесть с вами. Поэтому он, как бы, тянется к вам, с одной стороны. С другой стороны, он этого же сам боится. С другой стороны, ему самому это довольно тяжело достается. Потому что это, ну, скорее всего, для него сопряжено с чувством стыда. Вот. И в итоге, в итоге, мы имеем какую-то, ну, пародию на контакт. Мы имеем какую-то пародию на общение. Мы имеем какую-то пародию на взаимодействие, в том числе, ну, взаимодействие мужчин и женщин. Вот. К сожалению. В большом моменте. Что в этой ситуации вам можно сделать? Ну, начать, мне кажется, это имело бы смысл того, чтобы начать выражать человеку то, что вы чувствуете. Вот. Вам самой, на мой взгляд, имело бы смысл поработать с собственной, вот, чувствительностью, вам самой имело бы смысл поисследовать свою чувствительность. И вам самой имело бы смысл развивать ее. Развивать свою чувствительность, вот, как раз. Чтобы, ну, вполне чувствовать себя и других людей. И, таким образом, вы сможете несколько лучше взаимодействовать человеком. И, вполне вероятно, что, по итогу, вы смогли бы прийти к определенному типу отношений. Я не могу не обратить, не обратить внимание на то, что, как вы сказали, что я на него стал обращать внимание не как на мужчину. То есть, как будто бы уже у вас заранее какой-то, ну, какой-то блок против этого. Ведь, ничего страшного, если вы обратите внимание на него как на мужчину, не будет. Ничего трагичного не случится. Вот. Ну, вероятно, тогда вы столкнетесь с тем, что вам нравится не очень хорошее отношение к себе. Вот. Вот. Так вот, такая здесь история. На мой взгляд, что с этого вы действительно вот себя не чувствуете, и именно поэтому вы запутались. Ваш вопрос – это первый шаг к тому, чтобы начать познание себя. Но для этого вам необходимо выбрать эксперта и начать заниматься расширением своего кругозора, как психологического, так и когнитивного. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Продолжение следует...